Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу» еженедельно. В этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязанской администрации, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня будем говорить о предстоящем отопительном сезоне. Вместе с нами в студии начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Иван Миронов. Иван Сергеевич, добрый вечер. Итак, отопительный сезон, что называется, не за горами. Насколько я понимаю, с понедельника, с завтрашнего дня в городе начнется пробная топка. Насколько город готов к предстоящей зиме? Да, по становлению глава администрации города Рязани Артемом Витальевичем определена дата начала пробной топки, это 22 сентября. Все предприятия энергетического комплекса провели очень большой объем работы по подготовке всего хозяйства города к отопительному сезону. Наши две главные станции, Дягельская и Новорязанская ТЭЦ, подготовили все свое основное оборудование в соответствии с графиками, проведенными, проведение работы. Предприятие муниципальное РМПТС также завершает свои работы. Подготовлено 79 городских котельных, 121 странно-тепловой пункт, отремонтировано более 7 километров квартальных тепловых сетей, а также почти километр магистральных сетей. Все видели жителей города, это большой объем работ был проведен по улице Семинарской. Замена магистральных сетей и также сейчас еще заканчивать с работы по первой тепломагистрали по улице Черновицкой. Помимо энергетических предприятий, подготовку ведут также наши все учреждения городские. Это дошкольные школы, образовательные учреждения культуры и спорта. Все получили паспорта готовности, кроме двух детских садиков, второй и 123, которые находятся на реконструкции, и полностью готовы к началу отопительного сезона. С момента пробной топки первым будут пускаться учреждения социальной сферы, а затем уже будут включаться и жилые дома. Жилищный фонд, я тоже скажу, в основном тоже подготовлен. Паспорта готовности получили на сегодняшний момент уже 2600 домов. Ну и в стадии подписания уже оформления последние 300 домов находятся. И к началу пуска у нас будет стопроцентно подписан паспорта готовности жилищного фонда. Ну вот, тем не менее, наверное, Вы упомянули про улицу Черновицкая, где работа на сетях еще продолжается. Я могу еще упомянуть про улицу Маяковского в районе торгового центра «Алфавит». Там тоже еще не все завершено. Есть уверенность, что до наступления холодов все как бы случится и заработает? Да, на улице Маяковского-Кудрявцево у нас проводится работа по переключению потребителей по улице Краснорядской и коррекционной школы от котельной «Кудрявцево-22», которая ликвидирована к сетям «Новорязанской ТЭЦ». Очень большой объем работ, который выполняет наше муниципальное предприятие РМПТС. Работы уже движутся к завершению. Наверное, к воскресенью уже будет полностью открыто движение и по Кудрявцево, и по Маяковскому. Останутся работы по монтажу центрального теплового пункта в районе улицы Кудрявцево и подключение домов по улице Краснорядской и Кудрявцево теплоснабжению. Работы планируется завершить максимум до 30 сентября. Вот какие-то особенности подготовки отопительного сезона этого года в сравнении с годами предыдущими имеются? Ну, особенности, наверное, может быть, таких особых нет. Но у нас особенность одна всегда, конечно, нехватка средств на проведение капитальных ремонтов. Конечно, необходима замена магистральных сетей в гораздо большем объеме. Ну, все это от нашей пока бедности. Будем надеяться, что в следующие годы мы будем увеличивать объем капитальных работ по замене магистральных сетей. Ну, вот о бедности вопрос. Наверное, сейчас, слава богу, за последние 2-3 года жители нашего города подзабыли такое понятие, как долги муниципальных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. А вот еще там 4-5 лет назад эта тема была очень актуальна. И как только отопительный сезон, так в СМИ начинала муссироваться тема того, что дадут ресурсоснабжающие организации тепло или не дадут, потому что город им должен и должен прилично. Вот сейчас, как я уже сказал, последние 2-3 года эта тема, ну, совершенно не, практически не поднимается в средствах массовой информации. Это значит, что просто темы нет или она как-то вот так вот замалчивает? Существует задолженность нашего предприятия РМПТС перед энергоснабжающими организациями, но за последние годы она неуклонно снижается. И вот за 2013-2014 год долги за энергоресурсы РМПТС снизились практически на 300 миллионов. Это вышли на текущие платежи с межрегионгазом, то есть проблема в основном уже снята. График платежей Новоризанской ТЭЦ выдерживается с учетом погашения предыдущей задолженности. Ну вот к началу пробной топки, я думаю, мы уже однозначно по всем энергоснабжающим организациям выйдем на уровень текущих платежей и выполнение графика. То есть это очень приятно, сумели все-таки вот как-то выстроить финансовую дисциплину городские власти. Ну это является приоритетом, наверное, все-таки оплата энергоресурсов. У вас речь, ну в преддверии отопительного сезона, за что больше всего, что называется, волнуйтесь, за что больше всего переживаете, еще раз, насколько готова наша служба к тому, чтобы все прошло в таком штатном режиме? Ну, у нас разработан график пуска всего жилищного фонда. График рассчитан на 8 дней, за которые должна основная масса, более 95% жилых домов должна быть включена. График этот поадресный, все управляющие компании готовы, ознакомлены. Ну, осталось только надеяться на честную, такую добросовестную работу всего хозяйства нашего городского и теплоснабжающих организаций, и управляющих компаний. Будем надеяться, что все это пройдет у нас в соответствии с графиками. Ну что ж, еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, она, наверное, не менее актуальна, чем предстоящий отопительный сезон, это тема оплаты за услуги ЖКХ. Совсем недавно в счетах, которые получают граждане, появилась новая строчка, это сборы за электроэнергию и водоснабжение на так называемые общедомовые нужды. Для многих это вопрос, что называется новый, и знаю, что люди сравнивают, да, вроде бы там похожие квартиры в разных районах города, один платит одну сумму, а другой другую. И суммы там разнятся, что называется, значительно. Наверняка к вам тоже поступают жалобы, обращения. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, как быть, что делать, и есть ли какой-то вариант не платить общему домовые нужды. Нет, общие домовые нужды, ну не знаю, к сожалению, или градусно платить придется. Это постановление правительства 354, в соответствии с которым у нас с 1 июля начисляется общий домовой нужды в соответствии с нормативом, утвержденной региональной энергетической комиссией Рязанской области. Но вопросы действительно у жителей очень много возникает. Приходят они к нам и на горячую линию, люди требуют разъяснений, на что тратится их. Ну, коммунальный ресурс, как именно, если по электроэнергии что-то можно хорошо объяснить, потому что то, что места общего пользования, которые раньше оплачивались из тарифов на содержание жилья, сейчас эти затраты из него изъяты, и они вышли уже на норматив по общим нуждам. По холодной воде, по горячему снабжению вопросов гораздо больше. Но выход один, я могу сказать, там, где у нас ТСЖ, управляющая компания, и имеет в многоквартирных домах общий домовой прибор учета, там все четко и ясно. Там есть потребление на дом, которое учитывается общий домовым прибором, есть индивидуальное потребление, разница их разбрасывается пропорционально жилой площади. То есть, там вопросов нет никаких. И, наверное, это основной выход жителям устанавливать общие домовые приборы учета. Но, к сожалению, нас, собственников трудно сподвигнуть на это. Это требует определенных затрат. Ну, и в соответствии с 261-м законом наши ресурсоснабжающие организации с 2013 года уже обязаны устанавливать общие домовые приборы учета за собственные средства на квартирных домах. с последующим взиманием их с собственниками, с оплатой собственниками. Сейчас уже эта работа начата. На 22 домах в Московском районе наши предприятия «Водоканал», «РМПТС» и «Электрические сети» устанавливают общие домовые приборы учета. Если по электрике они уже установлены и введены в эксплуатацию, данные средства будут предъявлены к оплате собственниками. И у собственников есть возможность оплатить их единовременно. Или же предприятие предоставляет в соответствии с законом им рассрочку на 5 лет. Вот на сегодняшний день сколько у нас домов в городе подключены, что называется? Общие домовые приборы. Ну, 400, чуть больше 400 домов. Очень немного по сравнению с другими городами Российской Федерации. Поэтому администрации города Рязани и также наши ресурсонабжающие организации будут исполнять требования 261-го закона. И будет адресная программа, в которой все-таки мы постараемся увеличить этот процент и будем устанавливать, будем стараться во всех квартирных домах, где есть техническая возможность установить общий домовый прибор учета, будем устанавливать. В конце концов, насколько я понимаю, для жителей этот общий домовый прибор учета откупится в итоге. То есть, какие-то средства, которые ты затрачиваешь на его установку сейчас, потом они будут... Естественно, мы все уже отходим от усредненного норматива, который рассчитывается. То есть, вот сейчас, если нет общий домового прибора учета, ты платишь по усредненному нормативу. И тогда вот получается порой удивительные цифры. Да, много вопросов возникает. Если есть прибор учета, там все ясно, понятно. Есть возможность применения энергосберегающих технологий, утепления фасадов, замены окон. Он верит, что собственники должны уже сами тогда смотреть, куда тратится их коммунальный ресурс. И вкладывать деньги в экономию. То есть, вот главный совет, насколько я понимаю, тем людям, которые нас смотрят, и которые не понимают, почему они платят те или иные суммы за общий домовый нужды, установить общий домовый прибор учета. Могу еще сказать. Ну, вот мы посмотрели среднюю стоимость установки приборов по вот этому пилотному проекту по 22 домам. Вот приборы по электроэнергию общий домовой где-то будет с квартиры 200-400 рублей, в зависимости от площади взыматься. И опять же, с возможностью оплатить эту сумму в течение пяти лет. А по приборам учета холодная, горячая вода и тепло, это самые дорогостоящие виды работ, ну, будет 3-4 тысячи рублей. Опять же, с возможностью оплатить их в течение пяти лет. Ну что ж, спасибо. Спасибо за эту информацию. Я думаю, что если у наших зрителей какие-то вопросы дополнительно возникнут по этому поводу, куда можно обратиться? Пожалуйста, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пожалуйста, на 27. Мы всегда даем все комментарии и разъяснения. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Иван Миронов, руководитель городского Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Мы говорили о предстоящем старте отопительного сезона и об оплате тарифов на услуги ЖКХ в части общедомовых нужд. Ставьте общедомовые приборы учета, и все у вас будет предельно просто и понятно. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова